Я здесь представляю не только университет Биеннале, но и впервые на Биеннале проект исследовательский, одновременно художественный, связанный с авангардом городов Большого Урала. Действительно, этот проект возник одновременно из двух причин. Первая причина, это когда примерно год назад стало понятно, что мы будем где-то в этих пространствах, в этом районе, и от Алисы Прудниковой тут же прозвучал вопрос, а как же быть с конструктивизмом, про который мы, три предыдущие Биеннале, обязательно что-то рассказывали, и бросать эту тему совершенно не было никакого смысла. И Биеннале, в общем-то, последние 7 лет, с 2010 года, это был такой во многом локомотив, который позволяет теме авангардной архитектуры, конструктивизма Екатеринбурга, быть на плаву и все время обогащаться новыми какими-то содержаниями. А с другой стороны, у меня уже в это время, в сентябре прошлого года, был план, что я хочу поработать со своим любимым городом, не Екатеринбургом, а Пермью, и исследовать конструктивизм Перми. И вот это все совпало, и появился проект, который на самом деле только-только начинает быть, потому что то, что представлено сейчас на площадке Биеннале, это не отчет, а это скорее такая большая заявка на предстоящую работу. Эта работа заключается в том, чтобы помочь вернуться, актуализироваться, переосмыслиться авангардным пространством, пространством, связанным с 20-30 годами в городах Большого Урала. Под Большим Уралом в данном случае понимается бывшая Уральская область, о которой, как правило, все уже давно забыли, всего какая-то десятилетка с 23 по 34 год. Но при этом это именно тот период, который совпадает с колоссальными сдвигами, происходившими здесь на Урале, строятся новые заводы, строятся новые города, приезжает огромное количество новых людей, происходит нечто совершенно грандиозное. И вот это все пока очень фрагментарно, очень, не побоюсь, иллюзорно представляется и описывается. Вплоть до того, что Екатеринбург обнаглел настолько, что утверждает, что он тут центр вообще всей конструктивистской жизни. Мы столица, все лучшее конструктивистское здесь у нас. В общем, все екатеринбуржцы прекрасно понимают, о чем речь. Потому что каждую неделю мы обязательно что-нибудь про конструктивизм показываем, делаем, снимаем, издаем, публикуем, рисуем и так далее. И при этом мы забываем, что есть города, малые города, где это наследие представлено, неосмысленно, не замечено, не поймано. И вообще для этих городов, особенно в условиях современных, когда в них закрываются классические заводы, исчезает вот этот исторически сложившийся образ жизни, возможно, это последнее, что позволит им быть представленными в культурной карте мира. В данном случае я не подразумеваю, что туристы туда поедут тысячами изучать это наследие, но, по крайней мере, это то наследие, которое понятно очень большому количеству людей в очень разных странах мира с очень разными культурными бэкграундами. И вот из всего этого родилась идея, так вот, немного смело, еще раз подчеркну, это не столько еще исследование, сколько пока некий эскиз во многом художественный, но с метафорой того, что Урал — это территория авангарда. Причем территория авангарда не только 20-30-х годов, а мы вообще-то берем шире. И первоначально был очень большой соблазн, меня коллеги-исследователи затормозили в этом и правильно сделали, но был большой соблазн посмотреть на это с большой исторической перспективы, ретроспективы того, как вообще взаимодействовали с Уралом те народы, которые приходили сюда на протяжении многих тысячелетий. Потому что приходили вообще сюда все с одной единственной функцией — взимать тот ресурс, который здесь в недрах уральских гор сокрыт. Прежде всего это касается наших камней, а потом, соответственно, железных и медных руд. И каждый раз мы видим, что каждый новый приход — это новые технологии, это новый формат жизни, это новые смыслы и так далее. Очень мало об этом информации. Здесь еще копать и копать, и археологи как раз здесь, историки будут гораздо больше необходимы, чем антропологи и культурологи. Поэтому у этого проекта скорее вот такой прицел через авангард 20-30-х годов поговорить об Урале и об уральскости. И о том, что здесь вообще происходило и происходит, и можем ли мы говорить о каких-то таких преемственностях, трендах, законах жизни, выживания, не побоюсь этого слова, на этой территории. Мы посмотрели на семь городов. Конечно, пилотным для нас был город Пермь, где нам довелось больше всего работать. У нас было четыре экспедиции. И вот здесь коллеги из Перми, из Центра городской культуры, не дадут соврать, что в Перми это исследование привлекло большое внимание, потому что пермики вообще сокрушались. Почему екатеринбуржцы вдруг рассказали пермякам о конструктивизме? Оказалось, что вот так. Самостоятельно изучение происходит пока фрагментарно, очень медленно и скорее на уровне переосмысления баек о конструктивизме. Ну, самые известные, из которых пленные немцы построили эти дома. Пленных немцев в конце 20-х годов уже или еще не было. Соответственно, дальше были города в Пермском крае, Краснокамск и Березники, в Челябинской области, Магнитогорск и Челябинск. В Свердловской области Екатеринбург мы задвинули на периферию, ему и так достаточно внимания. Мы посмотрели на Нижний Тагил. Это, скажу сразу, это только начало, потому что все больше и больше становится понятно, там единичные объекты, иногда комплексы встречаются в самых разных городах Урала. И мы посмотрели на это не только исторически, а скорее даже антропологически. Вот те, кто уже прошли через выставку, поднимите, пожалуйста, руку. Кто-нибудь заглянул в шкафы? Ну, вот две руки, да. Вот я очень рекомендую заглянуть в шкафы, потому что там ответ ко всему этому проекту. Это, собственно, скелеты авангарда. Это вот такая метафора, может быть, немного неуместная, потому что это такой какой-то водевиль уже получается, но это то, что мы всегда прячем. У этого авангарда всегда есть цена. И эта цена – это огромное количество жизней и судеб, которые были положены на то, чтобы достичь этого результата. Вот одна из зрительниц мне уже сказала, что после этой выставки она поняла, что с какой-то частью авангарда лучше распрощаться, потому что больше невыносимо на это смотреть, понимая, что за этим вообще может скрываться. Потому что действительно, почему выставка получила название еще табу? Одновременно с авангардом здесь происходили процессы по такому закрытию, табуированию, табуированию тех же самых заводов, табуированию городов, закрытию этих городов. Вспомните, сразу после формального завершения, условного завершения авангардной эпохи мы получаем и закрытой Свердловской, и закрытой Тагилы, и закрытую Пермь. Мы получаем закрытых людей. Мы получаем закрытых людей в буквальном смысле. Кто-то заперт в этих предприятиях секретных, кто-то заперт в тюрьмах, кто-то в лагерях репрессированный, и так далее, и так далее. И когда мы все это поднимаем, мы видим, что не все так однозначно, не все так радужно, как очень часто любят описывать в Екатеринбурге. Вот этот весь эггей, энтузиазм, прибежали люди, начали строить, все радуются, впереди такие прекрасные перспективы, мечты о полетах. Это у нас на стене там хорошо отражено. А за всем этим скрывается ломка тысяч и тысяч судеб и репрессии, которые последуют буквально сразу. У нас есть интересная подборка. Никогда ранее эти факты не были представлены. Пока пять историй из домов горсовета в Екатеринбурге 37-го года. Как вот те самые строители авангарда в Большом Урале, на Большом Урале, на территории Большого Урала, оказались жертвами всей этой истории. И там совершенно потрясающие воображения сюжеты и то, как вообще это все выглядело. То есть на самом деле наша задача – это не поддержать привычный дискурс о том, что авангард – это так прекрасно, давайте торговать советским наследием. А это скорее призыв более внимательно отнестись к тому, о чем и как мы говорим. И второе – это все-таки призыв посмотреть на территорию Урала целостно, посмотреть на этот сюжет авангарда и новизны, и вот этого нового, формирующегося нового, периодически, видимо, здесь повторяющегося, как на некоторый закон уральской земли. АПЛОДИСМЕНТЫ ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Продолжение следует...